Примерно две тысячи лет назад, если бы вы кого-то встретили, кто сказал бы вам, что он верит в то, что Иисус – Мессия, скорее всего, этот человек был еврей. И такое предположение было вполне вероятным две тысячи лет назад. А именно, что две тысячи лет назад любой человек, верящий в то, что Иисус – Мессия, скорее всего, был еврей. И причина этому, причина того, что первоначально рост этого движения начался вокруг персона, самого Иисуса из Назарета, это то, что это было исключительно еврейское движение. Иисус наставляет Своих учеников в Евангелии от Матфея, глава 10, когда Он сказал им распространить Его учение, Иисус призывает, «Не идите в города неевреев или самаритян». Иными словами, не обращайтесь к неевреям, но идите только к погибшим овцам дома Израилева. Мы видим в 15 главе Евангелия от Матфея, что когда нееврейская женщина обращается к Иисусу и Его ученикам за помощью, Он сначала игнорирует ее, а она настаивает и еще раз просит помочь. И тогда Иисус отвечает, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Таков Его ответ этой нееврейской женщине. Итак, мы знаем, что первоначально последователь Иисуса, новое движение, было исключительно еврейским. И если бы вы повстречали кого-то в то время, кто утверждал, что Иисус – Мессия, без сомнения, такой человек был еврей. Однако, уже к концу второго столетия, менее чем 200 лет спустя, любой, называющий себя христианином, последователем Иисуса, вне сомнения, такой человек был неевреем. И мы видим, что в самом начале христианского движения происходит фундаментальное изменение. И менее чем за 200 лет движение преображается на 100% из еврейского движения в 100% нееврейское движение. И в сегодняшней лекции мы попытаемся понять, проанализировать, как же произошла такая метаморфоза, как произошел этот сдвиг. Одно из заявлений, которые Церковь сделала за последние несколько сотен лет, как минимум со времен Средневековья, один из способов, как Церковь демонстрирует свое превосходство – это аргумент триумфа Церкви. Они говорят евреям и другим народам, «Посмотрите на Церковь, посмотрите, как мы стали доминирующей религией в мире, и посмотрите на печальное положение дел еврейского народа». И они пользуются успехом Церкви, успехом христианства, в качестве доказательства того, во что они верят. И сегодня аргумент звучит так – два миллиарда христиан не могут ошибаться. И мы начнем сегодняшнюю лекцию с короткого обзора одного интереснейшего отрывка из книги Деяний. Если вы не знакомы с христианской Библией, она начинается с четырех Евангелий, четырех биографий Иисуса – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. И все четыре заканчиваются смертью Иисуса. Пятая книга Деяний продолжает рассказ после смерти Иисуса. Книга Деяний прослеживает историю раннего христианства несколько десятилетий спустя смерти Иисуса. И в пятой главе, которую мы сейчас изучим, по решению еврейского суда, посажены в тюрьму ученики Иисуса – Петр и другие. И не совсем ясно, в чем их обвиняли, почему это произошло. На еврейский суд Санхедрин серьезно рассматривал или какое-либо суровое наказание, или даже и того хуже, возможно, казнь некоторых из них. В любом случае ясно, что что-то серьезное вот-вот должно произойти. Мы начнем с 34 стиха. Книга Деяний повествует, что глава еврейского суда в то время был некто Гамлиэль. И Гамлиэль действительно был главой Санхедрина, хотя правдоподобно всей этой истории под вопросом. Тем не менее, допустим, что так все и было. Написано так. Один из членов суда, фарисей Гамлиэл, уважаемый всеми учитель Торы, встал и обратился к другим членам суда, которые хотели наказать Петра и других учеников Иисуса. Выведите их отсюда. Имеется в виду, выведите учеников Иисуса. Мы обсудим это дело без них. И когда их вывели, Гамлиэль говорит им, «Евреи, задумайтесь, что вы хотите с ними сделать? Подождите, вы хотите их наказать, казнить? Подождите. Будьте осторожны с вашими намерениями. Ибо недавно Февда выдавал себя за кого-то». Имеется в виду, он не объявил, что он Элвис Пресли. Он объявил, что он Мессия. И мы знаем, что Иосиф Флавий тоже пишет о многих, которые выдавали себя за Мессию в то время, 2000 лет назад. Итак, Гамлиэль говорит. Недавно Февда выдавал себя за кого-то, и примерно 400 мужчин пошли за ним, поверили ему. И что же произошло? И Февду убили, и все его ученики, последователи, разбежались, и движение умерло, и все закончилось. И после него появился Иуда Галилеянин в дни переписи. И он также привлек многих. Многие пошли за ним. Но и он погиб. И его последователи тоже рассеялись. Итак, Гамлиэль советует собравшимся в суде. Давайте рассмотрим это новое движение последователей Иисуса в свете недавних подобных событий. Мы уже видели, чем заканчиваются подобные движения. Мы видели такого рода людей, выдающих себя за Мессию, что привлекало многих. То есть уже были примеры подобных движений. И Гамлиэль говорит следующее. Самое важное. Он говорит собравшимся. Оставьте их в покое. Ничего не делайте с ними. Отпустите их. Ибо если это движение от человека, а не от Бога, если просто кому-то пришла в голову идея, ничего у них не выйдет. Потому что так же, как и другие предыдущие движения, Февда и Иуда Галилеянин, они не оказались Мессией. Их движение просто испарилось, исчезло. И Гамлиэль говорит им. Давайте подождем. Посмотрим, что будет. И если это движение не истина, то есть если Иисус не Мессия, то же самое произойдет и с ним, и движение испарится. Но если это движение истина от Бога, и Иисус действительно Мессия, вам не удастся их победить. И вы, возможно, даже окажетесь в битве против Бога. И это совет Гамлиэля. То есть, что он хочет сказать? Он говорит следующее. Эти ученики Иисуса, Петр и другие, они безобидны. Не наказывайте их. Оставьте их в покое. Они ни в чем не виноваты. А насчет движения, посмотрим, что будет. Если движение истина, и Иисус Мессия, движение разрастется. А если нет, это плод чего-то воображения, оно само исчезнет, как и другие до него. Поймите, христиане читали этот стих более двух тысяч лет. И они очень довольны собой. Они как бы вписывают сами себя в этот рассказ. Подходят к нам с широкой улыбкой и говорят, мы не исчезли. Движение разрослось. Нас более двух миллиардов. У нас множество церквей по всему миру. Одна из самых крупных церквей в мире, церковь в Сеуле, в Южной Корее. Там более миллиона членов, прихожан. Мы движение, которое началось с 12 евреев. А сейчас нас более двух миллиардов. Мы самая многочисленная религия в мире. И это именно то, о чем говорил Гамлиэль, ваш раввин, глава Санхедрина, который сказал, что если это движение истина, вы не сможете его остановить. И этот рассказ для них сильнейшее доказательство. И что я хотел бы сделать? Я хотел бы проанализировать этот рассказ немного глубже. Задумайтесь на секундочку. О чем Гамлиэль говорит в этой истории? Кто эти люди, которых он попросил вывезти из зала суда? Кто Петр? Кто Яков? Кто эти апостолы? Кто эти люди? Были ли они баптистами троицы, соблюдавшими воскресный шаббат, закусывая свининой? Сегодняшние заново рожденные евангелисты-христиане, не соблюдающие шаббат в субботу, кушающие в любом ресторане, где им заблагорассудится, верящие в то, что Иисус Бог часть троицы, они практически сами себя как бы записывают в эту историю и думают, что христиане 21 века это те же самые христиане, судьбу которых решал суд Гамлиэля. Но давайте задумаемся на секундочку. Если бы это было так, если бы эти люди перед Гамлиэлем были, как Джимми Свагард сказал бы, отпустите их, они ни в чем не виноваты. Что значит отпустить их, они ни в чем не виноваты? Они нарушают шаббат, едят свинину, они идолопоклонники, поклоняются человеку, как мог Гамлиэль, глава еврейского Санхедрина, быть настолько снисходительным к этим сторонникам Иисуса, если они были такими же, как христиане сегодня. У любого раввина в то время мог бы случиться приступ сердца, они бы сказали, что это за новое движение, это разве кошерное? Они работают в шаббат, едят моллюски, свинину, благословляют человека из Назарета, веря в то, что он, Бог, творец мира, и это нормально? Да нет, это богохульство, это ересь, нет грехов серьезнее этих. Он никогда не сказал бы, оставьте их в покое, они ни в чем не виноваты, поглядим, посмотрим. Что значит поглядим, посмотрим? Нет необходимости ждать, все факты налицо. То, что перед нами, просто ужасно. И я думаю, и я попробую сегодня это доказать, что подсудимые в суде Гамлиэля, последователи Иисуса, Петр, Яков и другие, они были традиционными евреями, соблюдали Тору, соблюдали Шаббат, ели кошерную пищу и не верили, что Иисус, Бог, не молились Ему, не боготворили Его. Они действительно думали, что Он Мессия, и даже после того, как Он умер, они верили, что Он оживет. И это традиционная еврейская вера в воскрешение мертвых в будущем, и не только мертвых, но также и самолета Джефферсона. Здесь можно смеяться. И невероятная ирония состоит в том, что эта история, которую христиане используют в качестве доказательства легитимности и истинности их религии, на самом деле, если внимательно вчитаться в нее, опровергает христианство. Потому что, так сказать, литмусовая бумажка Гамлиэля это то, что если это движение не истинно, если оно ложно, то оно само исчезнет, развалится. И это именно то, что произошло. Менее чем 200 лет спустя не осталось более евреев, последователей Иисуса, соблюдавших Тору, монотеистов. Менее чем 200 лет спустя движение развернулось на 180 градусов. И практически все сторонники Иисуса стали неевреями. И никто из них больше не соблюдал Тору. И все они поклонялись Иисусу как Богу. И позже все стало еще хуже. Мы знаем, что это движение стало чрезвычайно антисемитским, преследовавшим евреев сотни и сотни лет. И отвергло свои еврейские корни до такой степени, что большую часть истории христианства, последователей Иисуса, зашли так далеко, что уже начали утверждать, что и сам Иисус не был евреем. Я не могу этого понять, но это так. Часто многие христиане удивлены и шокированы, когда они узнают, что Иисус был евреем. Давайте посмотрим на источники более внимательно. Перед вами книга Матфея, пятая глава, стих с 17 по 19. Это одна из наиболее известных проповедей Иисуса. Он учит. Не думайте, что Я пришел нарушить Тору или пророков. Другими словами, не думайте, что Я собираюсь их отменить. Я не пришел нарушить, но пришел исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота не придет из Торы, пока все не исполнится. И поэтому, если кто-то нарушит самую малейшую из заповедей и будет этому учить других, сам наречется малейшим в Царстве Небесном. Но тот, кто исполнит и научит других, тот великим наречется в Царстве Небесном. Это не реклама антинамианизма. Это не рекламная кампания убедить евреев уйти от Торы, от митцвод. И об этой проповеди Иисуса один из великих равинов середины 18-го столетия, раввин Яков Эмден, пишет следующее, что Иисус из Назарета, как и его ученики, были традиционными, соблюдающими Тору евреями. Несколько лет назад меня пригласили на католическую конференцию в Ванкувер. Туда съехались католики со всего мира. Я там был три дня. И все, кто там были, задавали мне те же самые два вопроса. Первый вопрос. Равин Скобак. Почему вы раскачиваетесь зад-вперед? Они были озадачены моим раскачиванием. И второй вопрос, который мне все задавали, «Что это у вас за висюльки, веревочки такие?» Насчет веревочек я им сказал, что об этих веревочках вы можете узнать из Евангелия от Луки, глава 8, стих 44. И я видел удивленные взгляды. Я им сказал, «Откройте вашу Библию, Новый Завет. Прочтите сами». Написано, «Некто подошел к Иисусу и коснулся края одежды его». Вы что, думаете, Иисус носил рваную одежду, не был в состоянии носить нерваную? На его одежде были цицит. И, кстати, греческое слово, описывающее край одежды, мы находим это же самое слово в переводе Торы «Таргума», а в переводе на арамейский. Пару лет назад мне нужно было проверить глаза, и я оказался в больнице Святого Михаила. И когда я подошел к регистратуре, мне задавали стандартные вопросы имя, адрес, телефон и так далее. И один из вопросов был «Ваша религия?» В тот вечер я был в шутливом настроении, и хотя я этого не сделал, меня просто подмывало сказать девушке в окошечке «Видите человека, висящего вон там на стене?» У меня религия, как и у него. В следующем стихе в Евангелии от Матфея, глава 19, мы находим интереснейший диалог. Некто подошел к Иисусу и спросил «Добрый учитель, что я должен делать, чтобы обрести жизнь вечную?» Иными словами, что мне нужно сделать, чтобы попасть в рай? И если вы спросите любого христианина сегодня, «Как попасть в рай?» ответ будет однозначный «Только верой в Христа». Так написано в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо Бог так возлюбил мир, что пожертвовал своим единственным сыном, и любой, кто поверит в Него, не погибнет, но обретет жизнь вечную». Это христианская доктрина. Хочешь в рай, верь в Иисуса. И вот один человек напрямую задает Иисусу этот вопрос. И Иисус отвечает, как ответил бы любой раввин. «Прежде всего, почему ты называешь меня добрым?» «Только Бог добр. И если ты хочешь жизни вечной, соблюдай митцвод, соблюдай заповеди». И более еврейский ответ трудно представить. Для нас важно понять, что Иисус не только соблюдал то, что мы называем письменной Торой, сам текст Торы. Иудаизм состоит не только из пятикнижия Моисея. Евреи верят в то, что помимо письменной Торы Бог также передал нам устную Тору, устную Библию. Сопровождающую письменную и в течение двух тысяч лет христиане делали агрессивные нападки на устную Тору. Христиане заявляют, мы – последователи слова Божьего, а не слова человеческого. Их обвинение всегда было, что Библия от Бога. А я один раз видел наклейку на бампере машины. Видимо, это была машина христианина. Так написано в Библии, я в это верю и точка. Но христиане всегда заявляли, что Талмуд – устная Тора, придуманная евреями, что мы это придумали. Мы видим из христианской Библии, что Иисус не только соблюдал письменную Тору, Он также соблюдал и устную Тору и признавал авторитет раввинов. Откуда мы это знаем? Есть множество примеров, я приведу только два. Это не на ваших листках, но в Евангелии от Марка, во второй главе, и в Евангелии от Матфея, в двенадцатой главе, интересная история, где раввины спрашивают Иисуса, почему его ученики собирают урожай в Шаббат. Если бы Иисус только верил в письменную Тору, если бы Он верил, что только пятикнижие Моисея от Бога, Он бы ответил раввину, а где написано, где в пятикнижии написано, что нельзя собирать урожай в Шаббат? Там этого не написано, если бы Он не верил в устную Тору. Устная Тора расширяет письменную Тору и учит нас запрету соблюдать урожай в Шаббат. И мы видим, что Иисус не диспутирует сам вопрос раввинов, а Он дает им самый, что ни на есть, раввинистический ответ. Почему мои ученики собирают урожай в Шаббат? Как? Разве вы не знаете, что произошло с царем Давидом, когда был голод, и Его люди умирали от голода, и они пришли в храм и съели хлеба предложения, что обычно запрещено. И этот аргумент Иисуса, это тот же самый аргумент, который мы находим в талмудической литературе, что при опасности жизни разрешается нарушать законы Торы ради спасения жизни. То есть, Он не отвергает сам вопрос, что Его ученики делают что-то не так. Он принимает вопрос, что сбор урожая в Шаббат это не норма? О чем мы знаем из Талмуда, из устной Торы? И на этот вопрос Он дает им ответ раввина. Мы знаем, что во времена Иисуса было направление иудаизма, где евреи, которые не верили в Талмуд, в устную Тору, назывались саддукеи. И так как они не верили в устную Тору, они были грустны. Sadducee? Sadducee, по-английски это саджусе. Это игра слов. И что интересно, Иисус говорит ученикам в 23 главе в Евангелии от Матфея, за кем нужно идти. И Он говорит следующее. Песцы и фарисеи... Фарисеи были учителями устной Торы. Песцы и фарисеи заняли место Моисея. И поэтому все, чему они учат, выполняйте. Иисус говорит своим ученикам, выполняйте все, чему учат фарисеи. И если бы Он отвергал устную Тору, Он сказал бы им следовать за саддукеями, которые отвергали устную Тору. Некоторые христиане говорят, ну хорошо, пока Иисус был жив, Он следовал Торе. Но после Его смерти Тора была, так сказать, отменена. Посмотрим снизу страницы. Евангелие от Луки, глава 23. Это после распятия Иисуса и Его погребения. Написано, что женщины, следующие за Ним, пришедшие из Галилеи, пошли за Ним и увидели место захоронения, гробницу и Его тело, и вернулись, приготовили специи и мази и не совершали никакой работы в шабатный день, выполняя заповедь. То есть, Его сподвижники не сказали, ну хорошо, теперь Он мертв, Тора отменяется. И мы также знаем из других книг христианской Библии, например, из книги Деяний, что после смерти Иисуса Его ученики, Его еврейские сподвижники продолжали ходить в храм, делать жертвоприношения, и мы знаем, что следующим лидером движения, начатого Иисусом, стал Его брат Яков. Яков был лидером движения следующие 30 лет, и мы кое-что знаем о нем. По-английски его прозвище Яков Справедливый, это перевод с иврита. На иврите это звучало бы так, Яков Хацадик. И почему еврею могли дать такое прозвище Хацадик? Цадик – это некто, кто скрупулезно соблюдает заповеди Торы. Итак, мы видим, что движение Иисуса начинается с соблюдающих Тору евреев. И следующий лидер после смерти Иисуса, его брат Яков, оказывается тоже еврей, соблюдающий заповеди Торы. И как же все это изменилось? Как все это изменилось? Вскоре после смерти Иисуса появился некто Павел из римского города Тарс. Павел никогда лично не встречался с Иисусом, но утверждал, что Иисус появился ему в видении и дал ему, так сказать, новую миссию. Павел не просто должен был стать сподвижником, но лидером движения. И Павел пытался поделиться этим с другими евреями, привлечь их к его вере, но у него ничего не получилось. Разочарованный Павел говорит в деяниях в 13 главе, «Так как евреи отвергают мою веру, я обращусь к неевреям». Он так и делает. Он уходит из Израиля и начинает странствовать в близлежащей местности в Малой Азии, по древним греко-римским городам, и пытается убедить людей в своей вере в Иисуса. И это важно, что после того, как Павел видел это видение о Иисусе и становится его сподвижником, он делает нечто неожиданное. Вспомните, Павел никогда лично не встречался с Иисусом, даже на пять минут. Но он знал, что в Иерусалиме оставались ученики Иисуса, Яков, Петр и другие. И по логике Павлу нужно было бы пойти в Иерусалим, встретиться с ними и узнать о Иисусе, чему он учил, кем он был и так далее. Но Павел этого не делает. У него свое представление о Иисусе, и он начинает распространять его по всему миру. И он становится успешен. Многие присоединяются к нему, начинают верить. и это приводит нас к первому спору, противоречию в христианской истории. В этом движении не было неевреев. Иисус проповедовал только евреям, и вот Павел притягивает неевреев. И возникает серьезный вопрос, что нам с ними делать? Как они стали частью нашего движения? И многие говорили, ну хорошо, если они хотят присоединиться к нашему движению, пусть обрезаются мужчины, они должны соблюдать Тору, то есть им нужно обратиться в иудаизм. Если вы пойдете в синагогу Бобовер-Хасидей здесь, в Торонто, и вы не еврей, но хотите стать хасидом движения Бобовер, вам придется сначала стать евреем. Также и в те времена, если не еврей хотел быть учеником Иисуса, ему сначала нужно было стать евреем, то есть принять иудаизм. И в этом как раз и заключалось противоречие, спор. Павел не хотел заставлять неевреев соблюдать все заповеди Торы. Он не хотел, чтобы мужчины неевреи обрезались. Он был умный и, наверное, понял, что все эти требования в самом начале будут иметь отталкивающий эффект и помешают его успеху. И вот в книге Деяний этот спор решается. Итак, многие говорили, что если неевреи хочет присоединиться, только через полное обращение в иудаизм. Павел же говорил, нет, ничего от них не требуется. Яков говорит следующее в книге Деяния, 15 глава. Я повторяю, Яков это брат Иисуса, лидер движения. Мы знаем, что некоторые из нас пугают вас, тревожат ваши души, говоря, вы должны обрезаться и соблюдать все заповеди Торы. Мы были рады, что не налагаем на вас большее бремя, чем отказ от идолослужения, отказ от употребления крови, отказ от удушения и прелюбедеяний. Кстати, эти требования семизаповеди ноя, которые неевреи должны соблюдать, если они остаются неевреями. Итак, это стало официальным решением консилиума. Неевреям не нужно полностью переходить в иудаизм, им только лишь достаточно соблюдать семь универсальных заповедей, открытыми Адаму и Ною. И если вы будете удерживаться от этого, все будет благо. Но что нам нужно понять из этой истории? В Талмуде это называется так «Хава Амина», то есть какой мы извлекаем урок. Мы видим, что среди учеников Иисуса были те, кто хотели заставить неевреев, верующих в Иисуса обрезаться, соблюдать все заповеди Торы, принять иудаизм. И что же мы видим из этой истории о учениках Иисуса, напоминаю, это примерно через 10 лет после его смерти. Мы видим, что евреи, верующие в Иисуса, соблюдали Тору. Они как так как если бы они сами не соблюдали Тору, у них и мысль бы не появилась требовать этого от неевреев, желающих стать частью движения. Этот рассказ ключевой, так как он показывает, что примерно через 15 лет евреи, ученики Иисуса, которые были в Иерусалиме, были евреями, соблюдающими Тору. И вопрос стоял, что делать с неевреями, желающими примкнуть к их новой вере. И что интересно, и это самое важное место сегодняшней лекции, что мы знаем из христианской Библии, что Павел, апостол для неевреев, испытал очень серьезное сопротивление. Мы не знаем о сопротивлении со стороны еврейской общины в целом. И здесь речь не идет о сопротивлении со стороны комитета раввинов или еврейской федерации. Речь идет о сопротивлении со стороны еврейских христиан, живущих в Израиле. Это первые еврейские ученики Иисуса, которых называют Иерусалимская церковь. И вот эти последователи Иисуса сопротивлялись Павлу по нескольким причинам. И одна из них очевидна. Павел просто заявляет, что он увидел Иисуса в видении и что Иисус дал ему миссию. Но с их точки зрения, почему Павел должен быть апостолом? Мы были с ним, с живым Иисусом три года. Мы следовали за ним, говорили с ним ежедневно. Мы знаем, чему он учил, что он говорил и так далее. А этот самозванец, который даже ни разу не встретился с Иисусом при его жизни, будет, так сказать, на нашем уровне? Итак, одна причина, почему они не поддержали Павла, это простой вопрос. Какие у него полномочия? Кто он такой? Но более серьезная проблема была в следующем. То, чему Павел их учил и к чему призывал, противоречило тому, что они слышали от самого Иисуса? И этого они не могли допустить. И это именно то, что было неприемлемо для евреев-христиан, верующих в Иисуса. Кстати, слово христианин означает миссионист. Неприемлемо для них было учение Павла, что Тора более не важна. Посмотрим в Деяния глава 21. Павлу говорят следующее. Они знают о тебе, что ты учишь евреев диаспоры, что нужно забыть Моисея. То есть, Павел, мы слышали о тебе, что ты призываешь евреев в диаспоре забыть Моисея, то есть, законы Моисея, говоря, что им не надо больше делать обрезания детям и соблюдать традиции. Павел, это то, что мы слышали о тебе. И происходит в этой главе следующее. Они хотят, чтобы Павел доказал общине на общественном слушании, что он соблюдающий Тору еврей. Они хотят, чтобы он публично доказал, что он все еще один из них. И что они придумали? Они потребовали, чтобы Павел спонсировал жертвоприношение некоторых мужчин, которые стали назареями, наеврите назирами. Назир это человек, который не стриг волосы, не пил вино, и когда срок обета назарея подходил к концу, они должны были принести жертвы в храм. Интересно, что одна из жертв должна была быть грехоискупительная жертва. И почему это важно, мы увидим через несколько минут. «И когда семь дней подходили к концу, асийские евреи, увидев Павла в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, мужи израильские, помогите, этот человек всех повсюду учит против народа, против закона, то есть Торы, и против места сего, притом ввел греков вместо сие и осквернил это святое место». Почему же евреи Израиля были так негативно настроены против Павла и считали его некошерным в вопросах соблюдения Торы? Почему они полагали, что он, мягко выражаясь, был неадекватен в этом? Рассмотрим некоторые его высказывания. Посмотрите на ваши распечатки. В послании римлянам в третьей главе Павел говорит следующее. «И следовательно, мы заключаем, что человек оправдывается верой, а не исполнением закона. А именно в жизни вам засчитается ваша вера, а не исполнение Торы». В послании римлянам в десятой главе Павел говорит «Ибо Христос конец закона к праведности любого верующего». В послании Галатам в третьей главе Павел говорит «Итак, закон был для нас учителем школы». Он сравнивает с учебными колесиками велосипеда, когда ребенок еще не умеет кататься на двух колесах, и ему нужны дополнительные учебные колесики. Это Павел имеет в виду, что Тора как школьный учитель привела нас к мессии, то есть вся цель Торы привести нас к мессии, дабы нам оправдаться верою. Но когда вера пришла, нам уже не нужен школьный учитель, уже не нужны учебные колесики. И в других местах, перед вами их нет, но в других отрывках христианской Библии, или высказываниях Павла, или его учеников, например, в послании к Колоссянам, во второй главе, «истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас», то есть законы Торы, которые против нас, Тора чужда нам, и Иисус взял его и пригвоздил к кресту. Иронично, что когда мы читаем нашу Тору, и царь Давид описывает ее, и Митцвод, что они слаще меда, драгоценнее золота, 19-й Псалом, но для Павла Тора и закон против нас, они чужды нам. Во втором послании к Коринфянам в третьей главе Тора описывается так, «Пастырство смерти, выгравированное в камне». В послании к евреям глава седьмая Павел наставляет, «Заповеди отменяются по причине их немощи и бесполезности». Когда Павла обвиняют в учении против Торы, мы знаем, что имелось в виду. Но почему его обвиняют в том, что он против этого места, то есть храма? Надо знать, что при Павле развилась новая концепция о том, кем должен быть Мессия. Если мы рассмотрим жизнь Иисуса, у него в основном было одно учение, его слова, и, кстати, учитель Иисуса был Иоанн Креститель, который утверждал, «Приближается Царство Божье». И Иисус чаще всего, чаще всего произносил эти слова. «Приближается Царство Божье». И это было понятно любому еврею, потому что евреи знают, что единственная цель мессианской эры – это совершенствование мира при Царстве Божьем. Мы это говорим каждый день в наших молитвах. Каждая служба заканчивается этой декларацией, то есть цель истории – усовершенствовать мир при Царстве Божьем. Каждая служба заканчивается цитатой 14 главы пророка Захарии. «Венеймар вахоя хашем ламелах ал кол ха арец байом хаху ехие хашем ахат ушмо ахат». А именно, настанет день, когда Бог станет Царем мира. Не римляне, не греки, а Бог. Так что слова Иисуса – это Царство Божье. Он имел в виду две тысячи лет назад, что дни римской власти, господствующие на нашей земле, преследующие наш народ, сочтены, и что они вскоре исчезнут и настанет Царство Божье на всей земле. И это чисто еврейская идея. Но мы знаем, что этого не произошло. Иисус умер, Царство Божье не настало, политический статус Кво не изменился, мир не изменился. И тогда вот что произошло среди учеников Павла. Им было недостаточно утверждать, что в один прекрасный день Иисуса живет и настанет мессианская эра. Им пришлось искать причины, почему же Иисус все-таки умер вообще. И они начали выдвигать идею, что Иисус пришел в качестве жертвы. В качестве жертвы, которая была принесена за грехи человечества. И в христианской Библии написано, что как только произошла жертва Иисуса, более не нужны никакие другие жертвоприношения, что Он окончательная, завершающая и единственная, последняя жертва. И именно поэтому о Павле говорили, что он против этого места, что Павел говорил о Иерусалимском храме, что он больше не нужен, что в нем больше нет необходимости, что он бесполезен. Но что мы видим, что евреи, ученики Иисуса продолжали посещать храм, продолжали приносить жертвы, и они хотели, чтобы Павел доказал свою полномочность и потребовали, чтобы Павел спонсировал жертвоприношение некоторых назареев, включая их грехоискупительные жертвы. То есть очевидно, что они не верили, что Иисус окончательная жертва и храм больше не нужен. Существуют ли другие доказательства, что Иисус и его ученики в самом начале движения соблюдали Тору? Я всего лишь процитировал вам отрывки из христианской Библии. А есть ли доказательства раскола между соблюдающими Тору учениками Иисуса и Павлом, появившимся позже? Рассмотрим высказывание Джастина Мартира, Санкт Джастин Мученик, одного из отцов ранней церкви. В его диалоге с евреем Трифоном он пишет, есть евреи-христиане, соблюдающие шаббат, обрезание, еврейский календарь, то есть месяцы, ритуалы омывания, если еврей дотронулся до чего-то запрещенного Моисеем, поведение согласно законам Торы. То есть во втором столетии нашей эры Джастин Мученик рассказывает, что были последователи Иисуса, которые соблюдали Тору. Он пишет об этом как и диковинки, потому что на практике он этого не наблюдал. И мы знаем, что преемники Иерусалимской церкви, преемники последователей Иисуса, таких как Яков, Петр, назывались назаритянами или ибионитами. И существуют христианские источники, упоминающие этих людей. Серинт во втором столетии нашей эры пишет, и эта книга называется Ересь, так как он думал, что это ересь. Он пишет, те, кто называют себя ибионитами, читают только Евангелие от Матфея и не признают апостола Павла, утверждая, что он был Торо-отступник предателей. Любопытно, что существует множество христианских писателей, авторов во втором, третьем и четвертом столетии нашей эры, и они пишут то же самое обвинение. Тертулиан и Ипполит Римский во втором столетии, Ориген в третьем столетии, Иероним и Порфирий в четвертом столетии, все они подтверждают, что ибиониты считали Павла предателем Торы и лжепророком. Ириней Лионский пишет, что ибиониты практикуют обрезание, тщательно соблюдают обычаи Торы и настолько подражают евреям в стиле жизни, что даже превозносят Иерусалим, как будто это храм Господний. Но мы знаем, что произошло с церковью последователей Павла. Они перенесли шаббат с субботы на воскресенье, отменили соблюдение Торы. Более того, для последователей Иисуса это рассматривалось как преступление. Игнатий Антиохийский в конце первого столетия пишет следующее. Это абсурд говорить о Иисусе языком, но в сердце лелеять иудаизм, который иссяк. Мы знаем, что послание Якова, брата Иисуса, написавшего послание, входящее в канон Нового Завета, раздражало Мартина Лютера, основателя реформартовского протестантства. Ведь послание Якова призывало к соблюдению Торы. И вместо того, чтобы написать то, что должен был написать Мартин Лютер, а именно, что только вера важна, Яков пишет, вера без работы, вера без Торы мертва. И что же Мартин Лютер захотел сделать с посланием Якова? Он хотел вырвать, удалить его из канонизированных Евангелий, назвав его посланием из соломы, считая его бесполезным мусором. Продолжим. Вы все знаете, что основа иудаизма монотеизм, декларация иудаизма, Шма, Исраэл, Хошем, Элохейну, Хошем, Ахад. Бог один, он уникален. И одна вещь, которую, согласно Торе, Бог ненавидит, не терпит, это идолопоклонство, что считается духовной формой прелюбодеяния. И Бог выражает ненависть к идолопоклонству. В Еврейской Библии идолопоклонство определяется как поклонение любому «богу», в кавычках, который не был знаком нашим предкам, вышедшим из Египта и испытавшим на себе Бога у горы Синай. Мы знаем, что никто из наших предков у горы Синай не слышал о вере в Троицу, о Боге, который Троица. Никто из наших предков не рассказывал своим потомкам, что Бог, которого они и увидели у горы Синай, имеет человеческую форму. На этой неделе мы читаем в недельной главе Торы во время Шаббата в главе Ваэтханан, что Бог повторяет дважды в одном стихе следующее «Да не забудешь ты, когда явился я тебе у горы Синай, ты только слышал глаз мой, но не видел ты, что была у меня форма». То есть у меня нет человеческой формы. И когда кто-то пытался приравнять Иисуса к Богу, он совершенно недвусмысленно отвечал «Почему ты называешь меня добрым? Только Бог добр». В ваших распечатках 13 глава Марка Иисус говорит следующее «Небо и земля перейдут, но слова мои не придут». Одни же том или часи никто не знает ни Ангела Небесный, ни Сын. Иисус называл Себя Сыном Бога, но только Отец. Он не утверждал, что Он Отец. Он говорил, «Я не могу предсказывать будущее, только Отец может». И даже в Евангелии от Иоанна, который обычно интерпретируют как признающим идею Троицы, единственное из четырех Евангелий, где есть хоть какой-то намек на Троицу, в 14 главе. Смотрите, что происходит. «Вы слышали, что Я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более велик, чем Я». Здесь нет никакого приравнивания между Ним и Богом Отцом. В Евангелии от Иоанна, глава 20, Иисус говорит женщине, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не взошел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им, восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и к Богу вашему». Интересно, что Иисус нигде в христианской Библии не претендует, что Он Бог. Несомненно, есть неясные стихи, которые легко не так понять. Например, в Евангелиях Иисус говорит «Я и Отец одно». И здесь слово «одно» это греческое слово «эйн», что означает «при одном». И также в других местах Евангелия Иисус говорит, что Он и Его апостолы одно. И очевидно, что Он не утверждал, что Он и Его апостолы одно целое. Он имел в виду, что и я, и вы, мы едины в наших целях, в наших взаимоотношениях. И то же самое Он имел в виду, говоря о Боге. И вполне возможно, что некоторые слова были приписаны Иисусу позже. У нас нет никаких доказательств, что Иисус говорил именно то слово в слово, так как написано в Евангелиях от Его имени. И Евангелия были записаны как минимум 40, 50, 60 и даже 70 лет после Его смерти. Вполне вероятно, что многие Его слова были позже изменены людьми, в чьих интересах было показать, что Он утверждал, что Он Бог. в любом случае нет в христианской Библии ни одной истории, где Его ученики, последователи молились бы Ему, поклонялись бы Ему. Когда Он говорит ученикам, как нужно молиться, Он им говорит молиться так же, как и Равин Скобак молился во втором классе Нью-Йоркской школы. А теперь скажем Отец Наш Небесный Авину Шел Алшамаим да светится имя Твое Ваискадал Ваискадаш Шмей Рабо. Эту молитву вы наверняка найдете в наших книгах. И вот все это мы находим в христианской Библии. Но как насчет исторических документов? Святой Ериней во втором столетии нашей эры пишет в своей книге о Ересе, что Сиринт, еврейско-христианский лидер конца первого столетия, считал, что Иисус не был рожден без зачатия, то есть он не верил в эту идею, что Иисус представляет с тобой нечто сверхъестественное, а был сыном Иосифа и Марии, так как обычно сменяются поколения. И далее он пишет, называющие себя ебионитами согласны, что мир был сотворен Богом, а их мнение по поводу Господа Иисуса подобное мнению Сиринтия и Карпократа. Повторяю, ебиониты не верили, что Иисус – Бог. Кстати, маловероятно, что Павел проповедовал, что Иисус – Бог во плоти. Тем не менее, по-видимому, у Павла было особое мнение о том, кем же был Иисус. Возможно, неким сверхчеловеком или квази-ангелом, каким-то существом. И потому, как Павел рассказывал о нем, вполне возможно, что его нееврейские ученики не так поняли его и подумали, что Иисус – Бог. Почему? Читаем дальше. Так же, как и Иисус, во многих мифах языческий Бога-человек рождается от смертной матери девственницы. Мать Атис – девственница Кибела. В Сирии – Мира – мать девственницы Адониса. В Александрии – Айон рождается от девственницы Кор. В Греции – Донис рождается от девственницы Семеллы, которая сгорает желанием увидеть Зевса во всей своей славе и таинственно забеременевает от удара его молнии. В древнем языческом и эллинистическом мире представления о Боге-человеке были достаточно распространены. Поэтому, если Павел говорил о Иисусе как о каком-то сверхчеловеке, для его учеников не было сложно интерпретировать это как еще один вариант Бога-человека. Бен Сиун Боксер пишет в своей книге «Иудаизм и христианская загвоздка» вера в то, что Иисус был зачат от какого-то божества аналогично подобным утверждениям из других религиозных мифологий. В Древнем Египте жрецы провозгласили, что королева Хэтшепсут была зачата от Бога Омона и Смертной Матери. Один из мифологических ознавателей Рима, Румул, по преданию тоже был зачат от Союза Смертной Матери Жреца и Бога Марса. Мы знаем, что многие практики христианства были очень похожи на практики древнего языческого мира. Например, Евхаристия, где участники едят хлеб и пьют вино, которое символизирует кровь и тело спасителя в кавычках. Трудно представить еврея за пасхальным столом 2000 лет назад, откусывая кусок мацы, провозголошающего «это маца, которую я ем, тело Иисуса и вино, которое я пью, это его кровь». Но именно в это верит католическая церковь. Они верят, что посредством чуда транссубстанции вино на самом деле превращается в кровь Иисуса, а маца в его тело. И только когда появились протестанты-реформаторы, они предположили, что возможно это только лишь символично. Рождество, Истер, то есть христианская Пасха, примечание переводчика, Хэллоуин, во всех этих языческих праздниках народов и местностей, где христианство пыталось распространиться, оно с легкостью заменило их. Возможно, вы слышали о современной религии Центерия. Это сочетание магии и римского католицизма. Когда они пытаются повлиять на тех, кто практикует магию, они не говорят «забудьте магию». Они говорят «мы просто объединим, сольем вместе христианство и магию». В современной Африке многие христиане включили традиционную африканскую веру в реинкарнацию душ родственников, в традиционную модель христианства. И это всегда была формулой успеха христианства. Мы завоюем мир, не призывая людей избавиться от того, во что они сегодня верят, а смешивая, синтезируя их веру с верой христианства. И, наконец, не только ограничиваясь тем, что мы увидели сегодня, распространяющаяся христианская религия под влиянием Павла отвергает все фундаментальные каноны иудаизма. Единство Бога, важность соблюдения Торы, и это зарождающееся христианское движение становится крайне агрессивным к самим евреям. Мы видим, что Евангелие постепенно расширяет список врагов Иисуса. Первоначально это были только седукей, затем это уже седукей, песцы, фарисеи и первосвященники. И, наконец, в Евангелии от Иоанна это уже все евреи в совокупности. Все евреи становятся врагами Иисуса. Мы знаем, что страсти Христовы в христианской Библии сочинены исключительно с целью переместить обвинения в смерти Иисуса с римлян на евреев. И хороший пример этому Эфиопская церковь. Ежегодно 25 июня они празднуют посвящение в статус святого Понтия Пилата, римского прокуратора, по чему приказу распяли Иисуса. И он у них считается святым в Эфиопской церкви, а евреи виноваты в его смерти. Почитаем из христианской Библии Второе послание к Иринфянам глава 3 стих 15 Мы не как Моисей, который закрывал свое лицо вуалию, чтобы евреи не видели исходящий из него божественный свет, но их умы были ослеплены, ибо и по сей день эта вуаль остается не снято, когда они читают Старый Завет. То есть, когда евреи читали Тору, они ослеплены и не видят истину. Вуаль покрывает их глаза, ибо вуаль снимается Христом. Но и по сей день, когда читают книги Моисея, вуаль покрывает их сердца. То есть, еврейский народ духовно слеп. И это очень популярное учение христианства, так как они не могут успокоиться, почему евреи не приняли Иисуса? Как объяснить тот факт, что единственный народ 2000 лет назад, который был знаком с концепцией Мессии, не верили в Иисуса? А все язычники, которые даже никогда и не слышали слова Мессия, поверили, и так сказать, подписали на пунктирной линии без промедления. Так почему же эксперты не поверили? Церковь отвечает, дьявол ослепил их. В первом послании к фессалоникийцам во второй главе вот такую мы находим характеристику евреев. Евреи, которые убили и Господа Иисуса, и своих собственных пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают. Не некоторые евреи, все евреи, и всем людям враждебны. Хотите широкое обобщение? Пожалуйста. Евреи Богу не угождают. Евреи враждебны всем людям. Сегодня мы вспоминаем эти антисемитские рассказы. Евангелие от Иоанна, глава 8. И, кстати, это слова Иисуса. Вообще, я сомневаюсь, что это были слова Иисуса. Вполне возможно, что эти слова были добавлены от Его имени позже. Иисус в 8 главе Иоанна говорит следующее. Ваш отец дьявол, то есть вы, евреи, дети вашего отца, дьявола, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. И что невероятно, в средневековье евреев обвиняли в восквернении хлебцов причащения. То есть евреев обвиняли в том, что они якобы врывались в церкви ночью под покровом темноты, крали хлебцы причащения. Я ясно представляю себе, как старые раввины это делают. Врываются, крадут эти хлебцы причащения. Не потому, что они голодные. Они приносили эти хлебцы в синагоги, брали стальные ножи и многократно кололи эти хлебцы ножами, чтобы продлить муки Иисуса. И это было в средневековье, когда католическая церковь действительно верила, что эти кусочки мацы, то есть хлебцы, примечание переводчика, это действительно тело Иисуса. И обвинение в восквернении хлебцов было то, что мы продляли пытки Иисуса, многократно протыкая эти хлебцы ножами. Но задумайтесь на секундочку, чтобы не называть такие обвинения абсолютным сумасшествием. Они должны были верить, что мы верим, что это действительно тело Иисуса. Ведь это были просто кусочки мацы. Иначе зачем нам врываться в церкви, крать их, колоть ножами в синагоге? То есть обвинение основано на том, что в глазах церкви евреи действительно верили, что эти кусочки мацы это тело Иисуса. И мы отвергаем его. И тогда вытекает вывод, кто еще может быть таким злодеем, злом, как не дьявол, отвергать истину, зная, что это истина. И это были обвинения церкви долгое время, что или мы были ослеплены дьяволом, или мы и есть дьявол. Потому что если мы знаем истину и отвергаем ее, никто не может быть более злостным отвергать истину, зная, что это истина, только дьявол. Во втором столетии в послании апостола Варнавы развивается концепция потери евреями завета с Богом, что называется теология замены. То есть церковь становится новым Израилем и евреи сходят со сцены истории. Джастин Мартир во втором столетии в диалоге с евреем Трифоном пишет следующее. Это на ваших листках. Обряд обрезания был дан... Для чего он был дан? Как знак того, что вы должны быть отделены от других народов и от нас. Христиан. И что вы должны страдать заслуженно в одиночестве. И что ваши земли будут пустынны. И что ваши города будут сожжены. И что пришельцы будут есть ваши фрукты перед вами. И никто из вас не сможет взойти в Иерусалим. И это христианское движение короткое время после Иисуса. Второе столетие. И вы видите, как они любят в кавычках еврейский народ. Ион Хризостом или Златоуст в православии. В четвертом столетии в своей проповеди против евреев, кстати, он был известен как величайший проповедник того времени. Он пишет, евреи приносят своих детей в жертву сатане. Они хуже диких зверей. Синагога, бордель, логово негодяев, храм демонов, посвященный культам и идолопоклонениям. Собрание евреев преступников вместо собрания убийц Иисуса. Место злой славы, пристанище беззакония, пучина и бездна погибели. Евреи пали до состояния ниже наиподлейших животных. Развраты, пьянство, опустошили их до уровня похотливого и нарушают Тору. Я ненавижу синагогу, потому что там закон и пророки. Обязанность каждого христианина ненавидеть евреев. Интересно, а что он на самом деле думал? Это шутка автора. Мы знаем, что и в средневековье, ведь это было в четвертом столетии, и это просто некто озвучивает нечто негативное. Но мы знаем, что озвучивание со временем может превратиться в нечто большее. И к средневековью все такого рода реплики ненависти. Выливаются в крестовые походы, сожжение Талмуда, насильное поселение евреев гетто, заставляя евреев носить отличительную одежду, насильное выслушивание христианских проповедей в синагогах, насильное обращение в христианство, пытки убийства, инквизиция. Мартин Лютер пишет в 16 веке, Сначала нужно поджечь их синагоги, затем разрушить их дома, у них нужно отнять их молитвенники и талмуды, и наконец их раввинам под страхом смерти нужно запретить учить. И если этот мой совет вам не нравится, найдите совет получше, чтобы и вы, и мы избавились от этого невыносимого дьявольского бремени евреев. Из этого короткого списка примеров видно, что как после двух тысяч лет отравления умов в христианском мире возможен Холокост в 20 веке, когда лидеры католической церкви и протестантской церкви, лидеры, конечно же, были люди, которые пытались спасти евреев, но лидеры церкви во время Холокоста или сотрудничали с нацистами, или оставались в полном молчании. И в завершение, согласно еврейскому учению Каббала, в Зоаре написано, что в 600 году, 6000 года, врата мудрости свыше и родники нижней мудрости раскроются. Зоар предсказывает 2000 лет назад, что в середине 19 века, а именно в 1840 году, начнется революция знаний в мире. И, кстати, этот период совпадает как из с индустриальной революцией, так и с научной. Возвращаясь к 19 веку, нечто новое происходит и в христианском мире. Знаете, большую часть христианской истории изучения Библии не поощрялась среди простолюдинок. Католическая церковь запретила простолюдинам даже просто читать Библию. Когда Библию в первый раз перевели на общий употребительный язык, католическая церковь сожгла на костре тех, кто это сделал. Один из них уже был погребен, так они его выкопали из могилы и заново сожгли на костре. Но начиная с 1840-х в мире начинается революция открытости, революция мыслей, любопытство, исследований. И то, что началось тогда и выросло, вошло в 20-й и 21-й век. Это то, что христиане становятся все более открытыми и хотят изучать корни своей веры. И следующий вопрос не задавали 400 лет назад и 1400 лет назад. И вопрос такой, кем же был Иисус? Как началось христианское движение? Как все началось 2000 лет назад? Это вопросы очень сильно интересующие, будоражащие сегодняшних христиан. И они изучают историю церкви. Кстати, никто из раввинов не подталкивает их к этому. Не существует движения раввинов или еврейских учителей, поощряющих их делать это. Христиане делают это по своей собственной инициативе. И в первый раз в истории христиане начинают читать Библию не просто как инструмент доказательства правдивости своей веры, но из-за искреннего интереса. А чему же она учит? Что там написано? Я убежден, что этот процесс изучения Библии и исторических исследований неизбежно приведет к раскрытию христианства, потому что я верю, что христианство содержит в себе семена своего собственного разрушения. христианства неизбежно 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 почему? Потому что я убежден, что христианство резко изменило свое направление по сравнению с исходной точкой. И это не просто мое личное мнение. Растущее количество христиан в мире также начинает это осознавать. И я могу рассказать вам об этом исходя из своего личного опыта. У меня нет нигде рекламы вроде «Если вы не евреи и вы не удовлетворены своей религией, позвоните мне». У меня нет такой рекламы. Тем не менее мне звонят и пишут со всего мира. Сегодня с возможностями интернета мне пишут из Южной Америки, из Индии, мне пишут пасторы, люди, которые стали убежденными христианами 20-30 лет назад. И они говорят мне две вещи. Первое. Я могу поверить, что этот человек из Назарета Бог. И я не могу заставить себя поклоняться или боготворить простого человека. А также люди начинают осознавать, что что-то очень серьезно не так с христианской доктриной реинкарнации, с христианской доктриной Троицы. И поэтому появляется множество книг, написанных серьезными христианами. Одна недавняя книга называется Доктрина Троицы. Рана христианства, нанесенная сама себе. Книга не написана раввинами, она написана очень и очень серьезными христианами, которые, изучая самостоятельно, понимают, что их не должно быть. Иисус этому не учил. Движение началось с другого. Мы не должны поклоняться обычному человеку, а только Богу. И меня доводят иногда до слез имейла христиан, которые плачутся мне, рассказывая, что они хотят служить только Богу, Хошему, а также христиане начинают осознавать, что исторически сложившаяся антипатия христиан к Торе это просто неверно, неправильно. несколько лет назад мне позвонил местный пастор из Торонто. Не просто пастор местной общины, это был пастор из настоящего монастыря около улицы Шепард и 401 шоссе. Они там стоят и медитируют, молятся целый день, и это все, что они там делают. Так он мне звонит и говорит, что хочет принять иудаизм. Я спрашиваю, почему? Он говорит, что не может мне объяснить по телефону и просит меня к нему приехать. Я еду в монастырь, встречаюсь с ним, и он мне говорит, вы знаете, Равин Скобак, я здесь уже много лет, и последние 15 лет мы прочитываем книгу псалмов целиком, ежедневно, все 150 псалмов. Ну, если больше ничем не заниматься, то в течение дня это возможно сделать. И он мне говорит, вы знаете, я читаю книгу псалмов, целиком, каждый день, и вы знаете, какой псалом самый длинный? Я говорю, конечно знаю, это 119. Он говорит, да, и этот псалом, самая длинная глава во всей Библии, 176 стихов, и он мне говорит, вы знаете, о чем эта самая длинная глава во всей Библии? О Торе, о Митсвот, о божественных заповедях. Вы знаете, что здесь написано? Написано, что это самое ценное в мире, что они слаще меда, ценнее золота. Нет ничего более ценного, более важного, особенного, чем заповеди Бога. Я читаю эту главу ежедневно вот уже 15 лет, и наконец я пробудился и сказал самому себе, если все это так замечательно, почему я это не делаю? И что мы наблюдаем сегодня в мире? Мы наблюдаем невероятный интерес христиан вернуться в прошлое, вернуться в самые ранние дни движения Иисуса, в самые ранние дни. Они хотят как бы побыть рядом с Иисусом, и что же? Они соблюдали Тору, они были абсолютными монотеистами, и мы наблюдаем в мире удивительную революцию среди очень многих христианских групп, еврейско-христианское движение и мессианское движение, например, как немаловажный пример. И если вы посетите любую синагогу, называемую евреи за Иисуса, или мессианскую синагогу, минимум половина прихожан не евреи. Если вы хотите знать, почему они туда пришли, одна из причин, потому что они считают, что эта мессианская синагога намного ближе к тому, как все было во времена Иисуса, чем местная баптистская церковь. Они идут туда, потому что они жаждут подлинности, они хотят неподдельного, они не хотят более позднего языческо-эллинистического искажения того, чему учил Иисус. И сегодня появилось движение еврейские корни, появилось движение христианское восстановление или реконструкция, движение эфрамитов, назаретян, все эти нео-эбионистские движения, их десятки, буквально десятки, и они хотят вернуться в прошлое и разобраться, что же на самом деле произошло две тысячи лет назад. Библия говорит нам, что должно произойти в конце. Библия говорит, что в конце десять человек схватятся за еврея и скажут, мы пойдем за тобой, так как мы слышали, что с тобой Бог. И Маймонид Рамбам написал несколько сотен лет назад, что христианство служит очень важной цели. Христианство подготавливает мир к окончательной, конечной истине. Маймонид пишет, что благодаря христианству еврейские концепции распространились во все самые дальние уголки мира, где язычники, неевреи, которые иначе никогда бы и не услышали о Торе, о концепции Мессии, узнают об этих еврейских понятиях благодаря распространению христианства. И если мы посмотрим на распространение христианства за последние две тысячи лет, как будто поворачивается, заводится гигантская пружина, и она все поворачивается, поворачивается, и мы знаем, что рано или поздно эта пружина должна вернуться в исходное состояние. И я верю, что к этому все идет, что все больше и больше христиан возвращаются к корням своей веры, что приведет их либо к становлению соблюдающими Бней Ноах, то есть Ноахидом, а Наахидах, скорее всего, никто и не слышал 30 лет назад, но сейчас существуют тысячи и тысячи Бней Ноах, бывшие христиане, которые хотят жить, соблюдая семь универсальных заповедей, которые Бог дал неевреям. И этот взрыв, который мы сегодня обсуждаем, он уже вокруг нас. И как мне сказал один лидер Бней Ноах, наша молодежь уходит в еврейство. То есть, многие неевреи, Ноахиды, обращаются в еврейство. Все меняется, мир меняется, и я верю, что очень скоро нам, всей общине, придется отвечать на вопросы этих людей. И я уверяю вас, что скоро ваши друзья, соседи, родственники обратятся к вам в поиске правды, ища истину. И я молюсь, чтобы это произошло в скорости, в наши дни, чтобы мы увидели приход Машеиха, восстановление Царства Бога. И я благословляю всех вас, чтобы вы стали замечательными посланцами Божьей истины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok